В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Алла Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! В начале года налоговые органы традиционно проводят кампанию по информированию граждан о необходимости заявления своего права на льготы. Давайте напомним нашим телезрителям, как правильно заявить льготу по имущественным налогам. Ну, в первую очередь я хочу напомнить нашим телезрителям, что налоговые льготы по имущественным налогам у нас как бы делятся на несколько видов. Первое – это федеральные льготы, которые, соответственно, предоставляются на территории всей страны, на территории Российской Федерации для каких-то определенных категорий граждан. И есть льготы, которые предоставляются на уровне региона, либо местные на уровне каких-то муниципальных образований. Так вот, здесь как раз именно от этого и зависит порядок, соответственно, того, как льгота будет заявлена налогоплательщикам. Что касается транспортного налога, то транспортный налог – это региональный налог, и все категории льготные устанавливаются Рязанской областной думой. То есть принимается соответствующий нормативный акт, и все рязанцы, которые проживают на территории Рязанской области, владеющие автотранспортом, они подпадают уже под определенные категории. Что касается земельного налога и налога на имущество физических лиц за объект капитального строительства, то это льготы, которые предоставляются местными, скажем так, органами представительной власти. Это советы депутатов, скажем так, муниципального, сельского или городского образования. То есть, что касается этих льгот, тут нужно четко представлять, что на территории определенной эта льгота установлена. И знать, соответственно, каков порядок заявления и какие документы должны прилагаться, соответственно, на подтверждение данной льготы. Но что касается общего порядка, то первый шаг, который надо сделать, это понятно, что уточнить, являетесь ли вы льготной категорией. После того, как вы убедились, что вы действительно освобождаетесь от уплаты налога, либо можете претендовать на уменьшение суммы налога, то следующий шаг – это заявить об этом в налоговую инспекцию. Вот здесь мы просто должны обязательно помнить, что у нас льготирование носит сугубо заявительный характер. Пока пенсионер, например, такая общеизвестная льготная категория, не заявит о праве на льготу, соответственно, он не сможет на нее претендовать. Поэтому в обязательном порядке заполняется заявление установленного образца. Все эти образцы, конечно, налоговой инспекции есть, либо можно это посмотреть на нашем сайте налог.ру. И, соответственно, подается заявление с копиями документов, которые подтверждают право на льготу. Вот такой общий порядок льготирования в целом. А вот что касается уже отдельных таких-то тонкостей, то здесь, конечно, нужно в первую очередь все-таки ознакомиться непосредственно с той льготой, на которую вы претендуете. И здесь важный момент – это сроки. В какие временные рамки налогоплательщик должен успеть подать заявление о льготе? Вот очень важный вопрос. Почему? Потому что если налогоплательщик подаст заявление на льготу в тот момент, когда уже произойдет расчет налогов, например, скажем, в этом году, он подаст летом, когда уже пройдет расчет налогов, то, соответственно, налоговый орган уже не сможет ему правильно рассчитать налог. В налоговое уведомление будет включена та сумма, которую он не должен уплачивать. То есть вот этой неразберихи, конечно, нужно избежать. Для этого чем быстрее, тем лучше. Вот такое действует правило. То есть если человек становится льготником, то он должен постараться как можно быстрее об этом сообщить в налоговую инспекцию. Что касается, например, текущего года, то, конечно, мы ждем до 1 мая, что те налогоплательщики, которые у нас сейчас стали льготниками, они об этом заявят. Но повторно каждый год предоставлять заявление на льготу не нужно. Мы знаем, что важные изменения произошли в сфере предоставления льгот по земельному налогу. Какие важные моменты здесь следует учитывать? Да, действительно, по земельному налогу в этом году такая очень обсуждаемая тема. В начале года, значит, все это в средствах массовой информации обсуждалось. Впервые по этому налогу предоставлен вычет для определенной категории налогоплательщиков. Ну, собственно, вот этот вычет по земельному налогу, в чем его суть? При расчете налога кадастровая стоимость 600 квадратных метров, так называемых шестисоток, значит, не облагается налогом. То есть она исключается из налогообложения. То есть, соответственно, по земельному участку, если он больше шестисоток, то налог будет уплачиваться только за оставшуюся часть. Скажем, если восемь соток, то, соответственно, только за две сотки. Если же площадь участка меньше шестисоток, то в этом случае налогоплательщик вообще не уплачивает ничего. Но эта льгота предоставлена только для определенной категории граждан. Дачники? Ну, не совсем. Дачники, да. Но при этом дачники должны быть пенсионерами. Это, значит, инвалиды. Первый или второй групп. Прошу обратить внимание. Третья группа у нас не подпадает. Это инвалиды с детства, герои Советского Союза, Российской Федерации. Это так называемые чернобыльцы. Ну, и ряд других категорий. Их все-таки достаточно много, но вот эти вот основные. Вот для них действует вот эта возможность получить вычет по земельному налогу. При этом делать дополнительно никому не нужно ничего. То есть смысл этого вычета, предоставления, порядка этого вычета. Если вы уже заявляли льготу, неважно, скажем так, было ли это в прошлом году или в позапрошлом, но если по этому основанию, например, как пенсионер, вы уже льготу заявляли в налоговую инспекцию, то автоматически будет применяться по одному земельному участку вот такой вычет с 6 соток. То есть, в принципе, это достаточно очень удобно сделано для налогоплательщиков. Вот мы знаем, что прогресс не стоит на месте, и заявить льготу можно уже не посещая налогового органа. Как это сделать? Действительно, не всегда есть возможность, особенно у работающих, скажем, людей, пусть даже они пенсионеры, но, например, работают, не всегда есть возможность вырваться, посетить налоговую инспекцию. Дистанционно в очередной раз призываем рязанцев воспользоваться нашим сервисом очень удобным. Это личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Собственно говоря, в этом сервисе вы сможете не только льготу заявить, но, что самое важное, вы и увидите все наши начисления. То есть, вы сможете посмотреть правильность начисления, правильность объектов, то есть, характеристики объекта. Собственно говоря, все ваше имущество как на ладони. Ну и, соответственно, те налоги, которые с него нужно уплачивать, либо не уплачивать. То есть, это тоже очень важный момент. Поэтому, собственно, 10-минутный поход в налоговую инспекцию. Вы получаете парольную карту и дальше уже дистанционно с нами взаимодействуете. Еще один очень важный вопрос. С начала года стартовала декларационная кампания. Вот кто обязан, должен отчитаться о своих доходах за прошлый год? Самое интересное, что несмотря на традиционность декларационной кампании, она всегда вызывает массу вопросов. Ну вот всегда у нас есть граждане, которые не совсем владеют информацией. Поэтому вот сейчас конкретно мы рассмотрим, кто же должен отчитаться о доходах. Причем отчитаться здесь имеется в виду, что тот налогоплательщик, кто отчитывается, он должен представить декларацию формы 3НДФЛ. Это так называемая форма по налогу на доходы физических лиц. То есть, вот путем представления он отчитывается о своих доходах. Те категории, которые обязаны это сделать в этом году, это те, кто в прошлом году в первую очередь продавал имущество. Причем имущество должно быть в собственности на момент продажи менее трех лет. Также это те, кто продавал акции, доли в уставном капитале организаций. Те, кто получили в дар какое-либо имущество от лиц, которые не являются близкими родственниками. Это и квартиры, и машины, и земельные участки. То есть, сюда, под эту категорию имущества, все подходит. Кроме того, это те счастливчики, которые выиграли в лотерее любого вида. Они также обязаны отчитаться о своих доходах. Ну и, в общем-то, ряд категорий, которые обычно, как правило, знают, что они отчитываются. Это индивидуальные предприниматели, которые не на спецрежимах. Это адвокаты, нотариусы. Ну, как бы, они более ответственно подходят и, как правило, уже знают, что им необходимо отчитываться. Какой срок необходимо успеть отчитаться? Ну, время еще есть. Да, скажем так, хотя затягивать не нужно. В этом году не позднее 3 мая. То есть, 1 мая у нас праздничный день, поэтому рабочий день, следующий – это 3 мая. Но, опять же, я призываю рязанцев не откладывать все в долгий ящик, как мы немножко любим это делать. Потому что в последние дни, конечно, уже народу много становится больше в инспекции. Поэтому, чтобы не терять время, лучше все сделать заблаговременно. И для опоздавших, конечно же, предусмотрены штрафные санкции. Каковы они? В обязательном порядке. Каковы они? Да, как без этого, конечно. Те, кто у нас с опозданием представят декларацию, естественно, что если вы не успеваете в срок, то вы в любом случае должны будете ее представить. Но уже здесь, в этой ситуации, то есть после 3 мая, если декларация представляется, для вас предусмотрены штрафные санкции. Причем, в общем-то, они исчисляются следующим образом. Размер штрафных санкций – это 5% от суммы налога, подлежащей к уплате по вашей декларации, за каждый день просрочки платежа. Но не более 30% от этой суммы, но и не менее 1000 рублей. Здесь очень важный момент. То есть если вы подаете, например, декларацию о том, что продавали автомобиль, и по декларации есть такая ситуация, достаточно часто распространенная, то есть вы за одну сумму купили, за одну продаете. То есть по декларации вы налог не уплачиваете, но декларацию подаете после 3 мая. То штрафные санкции 1000 рублей вам обеспечены. Поэтому здесь лучше, конечно, не затягивать. Да, и хотелось бы еще поговорить про декларацию 3НДФЛ. Сложно ли простому гражданину, как и мне, будет ее заполнить? Какие здесь тонкости важно учитывать? Ну, декларация, конечно, действительно очень большая, но налогоплательщик подает только те листы, которые ему необходимы. То есть в зависимости от своей ситуации. Для того, чтобы просто вот так сесть и разобраться, конечно, нужно больше времени. Поэтому мы рекомендуем всем, конечно, пользоваться нашей программой. Программа – это специальный программный продукт. Он совершенно бесплатно выложен на сайте. Можно скачать в инспекции, подойти с флешкой. То есть специальная программа, которая загружается на компьютер. И, собственно, уже с помощью этой программы формируется декларация. Вводятся контактные данные о налогоплательщике, о расходах или доходах, в зависимости от вашей ситуации. Программа сама проверяет правильное заполнение полей и так далее. То есть очень удобно. Ну вот, если вы будете это делать с помощью вот такой программы, то я думаю, что в течение часа вы вполне вот с этим разберетесь, с этим процессом. Традиционно в рамках декларационной кампании налоговые органы проводят дни открытых дверей. Когда они будут в Рязани? Да, опять мы ждем наших налогоплательщиков. Ну, мы ждем их всегда, да? Но, тем не менее, такие вот тематические встречи у нас по налогу на доходы физических лиц у нас, конечно, обязательно запланированы в эту декларационную кампанию. Ближайшие – это 23-24 марта. Причем я обращаю внимание, что в пятницу будет продленный день и до 8 часов все центральные офисы у нас и вот в городе Рязани все будут работать до 8 часов. И в субботу также с 10 до 3 мы всех ждем со своими декларациями, со своими вопросами, проблемами, да? Ну, и еще на всякий случай напомню, что тот, кто не успеет в марте посетить дни открытых дверей, 23 и 24 апреля, также будет вот такая тематическая встреча по вопросам декларирования доходов, исчисления НДФЛ, ну, и, в общем-то, по всем вопросам, которые будут связаны вот с этой тематикой. Алла Александровна, спасибо вам за беседу. Субтитры делал DimaTorzok